И Отца, и Сына, и Святого Духа. Постепенно, дорогие, приближается светлый праздник Рождества Христова. Завтрашнее воскресенье уже носит название «Неделя святых праотцев». Завтра будет вспоминаться память всех ветхозаветных праведников, всех, кто жил до пришествия в мир Рождества Христова и сохранил верность единому истинному Богу. Несмотря на окружающее языческое давление и большинство, тем не менее, эти люди, да, со своими слабостями, со своей борьбой, со своей индивидуальностью, но сохранили веру, надежду и упование на Бога и на обещанного им Спасителя, который должен прийти в мир и вразумить людей, осветить, приблизить их вновь к Богу, друг к другу. Вот эта совокупность праведников Ветхого Завета будет вспоминаться завтра. А сегодня у нас тоже есть повод поразмышлять, как нам готовиться к Рождеству Христову, не в смысле каких-то действий и дел, доразумевающих какую-то праздничную суету, праздничные попечения, заботы, а вот именно духовная составляющая поста. Вот люди подходят к исповеди и часто говорят о том, что у них не получается соблюдать физический, пищевой пост в силу разных обстоятельств здоровья, условий и обстоятельств жизни и так далее. Но духовное содержание поста доступно любому. Даже если ты лежишь прикованный к постели, и твоя мысль еще как-то работает, сердце твое бьется, значит и ум, и сердце могут настраиваться, готовиться, стремиться, думать о чем-то. И вот сегодняшнее апостольское чтение – это фрагмент из послания апостола Павла к Ефесиным, к христианам, которые жили в этом древнем малазийском городе. Там есть такие слова апостола, которые он обращает к бывшим язычникам, которые там жили и уверовали, стали христианами. Он нам говорит, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, то есть иудеи, евреи всегда относились пренебрежительно, высокомерно к язычникам, видя в них очевидное заблуждение, идолопоклонство, какие-то другие пороки, какую-то нечистоту духовную и физическую. Но вот, продолжает апостол Павел, вы в то время были без Христа прежде, до того, как сами не уверовали, отчуждены были от общества израильского, чужды заветов обетования, и не имели надежды, и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Вот это величайшее дарование, этот великий дар, достоинство, что мы, когда-то бывшие в лице наших предков, язычниками, безбожниками, грешниками, лютыми, мы стали вновь близки Богу через жертву, крестную жертву, жертву любви Его Сына и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он на кресте умирает за всех, не только как Мессия Израиля, Спаситель Израиля, но как и Спаситель и Господь и всех остальных народов и людей, которые примут Его учения, примут Его как своего Учителя и будут стараться следовать по Его примеру, по Его Слову. Когда мы подражаем Господу нашему, Иисусу Христу, когда мы побеждаем себе гордыню, злобу, эгоизм, вражду, ненависть, мстительность, превосходство или приоритет в жизни чего-то плотского, грубого, глупого, когда мы становимся выше этого, больше этого, мы приближаемся к Богу. И мы приближаемся, значит, друг к другу, преодолевая в себе эти злые страсти, мы становимся более добрыми, приветливыми, милосердными, снисходительными, терпеливыми. И без Господа это сделать невозможно, потому что Он именно нам показывает свой личный пример, как Он себя вел на этой земле, будучи во плоти здесь, будучи таким же, как мы, человеком, кроме греха. Да, кто-то скажет, что какому-то усовершенствованию и нравственности иногда могут учить и люди неверующие, безбожные, или исповедующие какую-то другую религию, или никакой вовсе, но все равно у них этого не получится, потому что там не заложен вот такой пример жертвенной, милосердной любви. Иисус говорит периодически своим ученикам, «Я посреди вас, как служащий», то есть я готов что-то взять на себя даже больше, но помочь вам, помочь другим. Я не хочу быть первым, я становлюсь где-то в конце, но когда ты становишься, уступаешь, смиряешься, на самом деле ты показываешь духовное, нравственное первенство, нравственный авторитет. И поэтому иногда как бы какие-то безбожники или какие-то иные вне христианства деятели и учители не пытались показать и навязать, что можно без всего этого обойтись и быть какими-то добрыми, прекрасными людьми. Все равно ты прежде всего видишь в этом какую-то гордыню, эгоизм, самоутверждение. При любой другой возможности они и ненависть не скрывают, и враждебность, и какую-то свою глупость даже в чем-то и так далее. И важно при этом не возгордиться и самим христианам, что, ах, вот мы теперь какие, мы близки к Богу, мы выше, чем грешники, вовсе нет. Потому что как раз от этого нас и предупреждает и сам Спаситель наш, и апостол Павел, он говорит, что израилетяне превозносились, считали себя вот обрезанными, близкими к Богу. Но видите, как произошло. Пришел их обещанный Спаситель, и они его не приняли в большинстве своем. Распяли, отвергли. Сразу вспоминаем притчу о злых виноградарях. Господь там показал прикровенно себя, что посылал слуг к виноградарям, а они их избивали и прогоняли, а потом послал единственного сына наследника, и его убили. И тогда отнимется у них этот виноградник и будет дан другим. Вот так, дорогие, мы должны почувствовать то, что Господь, если нас и избирает, и приближает, то не для того, чтобы мы там над кем-то превозносились, как иногда тоже на исповедях люди, ну, обычно пожилые, которым иногда свойственно вот так вот ворчать, дребезжать, видеть недостатки других, думая, что ты сам не был когда-то молод и не делал то же самое. И говорят, что вот осуждаем там на остановке, в транспорте, в очереди, как одеты, как разговаривают, как выглядят, чего говорят. Вот нет, не для этого нам Господь открывает познание своей истины и приближает нас к себе, чтобы мы начинали вот так ворчать на всех вокруг и видеть их недостатки, а чтобы наоборот мы преисполнились любви и сострадания к этим и другим людям и желали бы им спасения, вразумления, прощения, изменения. И евангельское чтение, которое сегодня было от Луки, хотя там какие-то другие темы затрагиваются, но там есть тоже очень близкое, близкое к тому, о чем мы размышляли сейчас, что Господь говорит две притчи и еще там один притчный образ о том, что что-то большое, важное, спасительное начинается сначала с малого. Зерно горчичное, которое сеется, оно маленькое, и его человек сажает в своем саду, и затем оно вырастает ветвистым кустом, так что в его тени даже птицы в жаркий день могут находить прохладу и отдых. Или берется закваска хозяйкой, вкладывается в три меры муки, и постепенно тесто подымается, и можно печь хлеб, и радоваться, и вкушать от него. Это образ того, что что-то великое и важное, начиная от него самого, нашего Господа, приходящего в мир маленьким человеком, младенцем, и кончая нами, людьми, да, пусть грешными, трудными, сложными, так же в нас этот духовный рост, духовная работа начинается с чего-то малого, с чего-то простого, что мы соединяем по слову Господа с какими-то своими намерениями, повседневными делами, поступками, желаем их улучшить, изменить, стать добрее, приветливее, спокойнее, сдержанней. И вот это некая закваска, которая из, можно сказать, каких-то обычных, житейских, иногда бытовых вещей складывается, но человек меняется и подымается в нем вот это Божие тесто, и он становится подобен хлебу небесному, сшедшему с небес, спасителю нашему Иисусу Христу, потому что по его слову, по его примеру и учению человек старается менять себя, сдержать от совершения каких-то злых, грубых и порочных дел. И тогда в тени, так сказать, в тени в смысле вот этой какой-то прохлады, какой-то радости и доброты, и другие найдут утешение, отдохновение, помощь, добро и любовь. Вот так нас учат дорогие Божие Слово, которое тоже как семя, мы это знаем из Евангелия, оно маленькое, потому что иногда кажется, ну что там, ну некогда прочитать Евангелие, некогда там что-то подумать, но если мы даже по маленькой какой-то капле начнем этот духовный процесс, то обязательно и в нас тоже что-то преобразится, изменится, и мы приблизимся к Господу и станем Его учениками. Аминь. Аминь.